Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев еще в сентябре прошлого года на саммите ШОС в Самарканде предложил провести в Ташкенте первый транспортный форум стран-организации. В рамках мероприятия участники обсудили перспективы развития транспортной отрасли и транзитных коридоров как важных составляющих стратегии развития отдельных стран и целых регионов. Министр транспорта Узбекистана Эльхом Махкамов задал основной вектор обсуждений на форуме. В портфеле предложений узбекистанской стороны – организация альтернативных транспортных коридоров, строительство крупных мультимодальных логистических центров вдоль транспортных артерий и приграничных территорий, организация работы в пунктах пограничного контроля в формате 24 на 7 и внедрение цифровых технологий и интеллектуальных систем в сферу логистики. Также Махкамов рассказал о реформах и проектах, реализуемых в транспортной сфере Узбекистана. «Благодаря поддержке со стороны государства и предоставляемым субъектам предпринимательства кредитом и льготом на приобретение новых транспортных средств, за последние пять лет объём грузоперевозок автомобильным транспортом в Узбекистане увеличился в четыре раза. Также за шесть лет торговый оборот Узбекистана со странами ШОС увеличился в два раза. На сегодняшний день более половины торгового оборота Узбекистана приходится на страны ШОС». Другие выступающие на пленарные сессии добавили к обширным тезисам ряд своих соображений и пожеланий. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев рассказал о работе его ведомства по оптимизации воздушных маршрутов и расходов авиакомпании. Министр железных дорог Пакистана Шахид Ашраф Тарар вновь напомнил о преимуществах проекта строительства трансафганской железной дороги. Заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев предложил партнёрам ПАШОС синхронизировать инвестиционные транспортные проекты и создать механизмы поощрения капиталовложений в эту инфраструктуру. Замминистр транспорта Китая Ли Ян отметил важность реализации уже достигнутых договорённостей в сфере автомобильных перевозок и открытия новых логистических центров на маршрутах между КНР и Европой. На полях форума были подписаны меморандумы о создании двух новых международных транспортных коридоров Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Россия, Каспийское море, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан. Борчиной Мусалям КЗ, Бехрус Хамроев. Специально для Сибиси из Ташкента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...